Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении Воскресное мы читаем о том, как Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. А все это происходило на берегу Галилейского моря. Но Иисус сказал им, ненужные метки, вы дайте им есть. Они же говорят Ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебу ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков, двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народы. На другую сторону это, как бы, те, кто был в тех краях, знают, что с севера в Галилейское море впадает, как бы, река Иордан, которая потом вытекает из него и течет дальше по, так сказать, по равнению. И вот как раз вот эта река, как бы, она делила, как бы, озеро на, как бы, северную часть озера, как бы, на две части. Одна часть, которая, как бы, если смотреть на карте лицом слева, это была та часть, где в основном происходило земное служение Господа нашего. Другая часть тоже, так сказать, там было поменьше поселений, но это уже была другая сторона. Другая сторона. И вот в этом отрывке есть множество назидательных моментов. Господь наш по наружности своей был обыкновенным человеком, но его божество обличалось теми делами, которые он совершал. Это те чудеса, которые он совершал, исцеление. Но кроме этого, то слово, которое он говорил к людям, оно тоже совершало чудеса. Когда люди слышали слово, они удивлялись. Никто никогда не говорил так, как этот человек. Мы никогда не слышали таких слов. И его слово, как мы с вами знаем, оно растапливало сердца самых, казалось бы, бессердечных людей. Есть в этом отрывке еще одно, один такой интересный момент. Господь, обращаясь к своим ученикам, говорит, когда они ему говорят, место здесь пустынное, время позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в сирене и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно иметь те, вы дайте им есть. И вот эти слова, которые Господь обратил мне, когда к своим ученикам и апостолам, вы дайте им есть, они в наше время обращены к священнослужителям, к пастырям церкви, от которых мы ждем пищи. Но пищи, конечно, мы понимаем, прежде всего, не пищи телесной, а пищи духовной. Той самой пищи, которая поддерживает сердце человека. Той пищи, которая укрепляет сердце человека. Той пищи, которая питает его душу. И говоря об этом, прежде всего, нужно сказать о том, что главное назначение священнослужителей, это совершение Божественной Евхаристии. Потому что именно вокруг Евхаристии, вокруг молитвы, которая совершается священником, вокруг бескровной жертвы, совершается объединение людей. Вокруг чаши с телом и кровью Бога Человека, Господа нашего Иисуса Христа. И само таинство умножения хлебов, это и было прообразом Евхаристии, прообразом Господа нашего, который дает себя в пищу верующим и нисколько не умаляется. Как тогда от пяти хлебов было насыщено пять тысяч человек, так и сейчас мы видим, что Господь снова и снова на всех престолах, где совершается Божественная Евхаристия, и от которой питаются верные, снова и снова преподает себя в пищу верующим для освящения их, для нашего освящения и просвещения, для поддержания наших душевных и телесных сил. Входя в нас, Он опаляет тернии наших грехов. Входя в нас, Он изменяет наш образ мыслей. Входя в нас, Он борется с теми грехами, которые находятся внутри нас. Когда Господь говорил своим апостолам, вы дайте им есть, Он еще, конечно же, говорил и о том, что, и мы об этом помним, что, конечно же, священнослужитель должен совершать учительную функцию. Священнослужитель прежде и больше всего должен говорить людям о Господе нашем Иисусе Христе. Это тот человек, в отличие от разных других людей, есть много замечательных дивных людей, замечательных профессий, врачи, учителя, водители автобусов, дворники, предприниматели, кто угодно. Но именно священник, священнослужитель поставлен для того, чтобы напоминать людям о Христе. И вот это должно быть главным предметом нашей проповеди. Это должно быть тем, вокруг чего мы все объединяемся, памятью о Господе нашем. И именно поэтому каждый воскресный день мы собираемся во время божественной литургии, священник во время, перед службой, произносит такие дивные слова в воспоминания Господа нашего Иисуса Христа, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Это первые слова, с которых начинается проскомидия, первые слова, с которых начинается литургия. Сам же Господь, преподавая нам Таинство Святой Евхаристии, во время Тайной вечери сказал своим ученикам, «Сие творите в память обо мне». Именно поэтому мы с вами, собираясь в Храме Божьем, снова и снова вспоминаем о Господе, вспоминаем Его чудеса, вспоминаем те слова, которые Он говорил, вспоминаем, так сказать, вот Его служение. И для нас это великая поддержка. Поддержка, потому что в окружающем нас мире мы не видим этих духовных проявлений, мы не слышим Слова Господа нашего. И только здесь, в Храме Божьем, или каждый по-своему, у каждого есть свои какие-то тоже, мы не только в Храме Слово Божие слышим, мы его читаем, мы его слушаем, но именно здесь, когда мы вместе, мы чувствуем вот эту особую общность людей, которые объединяются наименованием христиан. Когда мы говорим о священнослужителях, то, конечно же, мы чаще всего к батюшке обращаемся не с просьбой, батюшка, дай 10 рублей. Такое тоже бывает, сплошь до рядом. Но прежде всего мы говорим, батюшка, помолитесь, пожалуйста, помолитесь. Понимая, что наши душевные и телесные силы ограничены, и мы просим служителей Божьих, чтобы они поддержали нас в нашей молитве. Это очень важно, то, о чем я сказал. Не просто помолились за нас, но поддержали нас в нашей молитве. Точно так же мы обращаемся к святым угодникам Божиим, чтобы они помолились за нас перед лицом Господа, как наши добрые старшие друзья в вере. И только так и должно совершаться дело нашего спасения. Не батюшка молится. Вот мы записочку написали, и спокойны. Мы вроде как все, что нужно, сделали. Нет. Мы вместе все молимся во время Божественной Литургии, во время других служб, во время каких-то частных треб. Вместе молимся. И священник в этом случае нам помогает молиться. Есть множество еще разных, так сказать, вот то, что я перечислил, это главное. Это главное. Священник имеет силу преподать благословение. Это тоже великая вещь. Кто знает на себе, кто знает, что такое священническое благословение, кто испытал на себе силу молитвы, благословения, он знает, не всегда об этом рассказывает. Я помню, когда лет 15 назад на Лазаревском кладбище у нее была такая ситуация интересная. Пришли в храм два армянина, и, значит, ну, один такой поинтеллигентнее, другой такой попроще, и меня из алтаря зовут, говорят, батюшка нужен. Ну, я выхожу. Они мне что-то начали рассказывать. В общем, смысл был в том, что надо было соль осветить. Я говорю, ну, вы знаете, мы там с вами в каком-то веке далеком разошлись, вы у нас не причащаетесь, не исповедуетесь, как бы вот идите к своим батюшкам. Вот, нет, говорит батюшка, вот там один сказал, жена послала. Ну, это как бы, это все, это последний был аргумент. Вот, и вот мы с ними 10 минут общались, 15 минут. Вот, и потом, в конце концов, один из них не выдержал, говорит, батюшка, ну, ты хотя бы руку на нее положи. Понимаете, вот, как бы, вот для людей, которые знают силу и важность священнического благословения, просто, как бы, возложение руки на какой-то предмет, или, так сказать, на, так сказать, преподание устного благословения, великая милость Божия, великая милость Божия. Вот, это я к тому, что Господь наш, сказав своим апостолам, вы дайте им есть, он точно так же и через 2000 лет назад говорит своим священнослужителям, вы пасите стадо словесное, вы давайте им духовную пищу, поддерживайте, укрепляйте, наставляйте. Вот, как бы, ну, к сожалению, разные у нас бывают ситуации. Некоторые видят в батюшке психотерапевта, еще кого-то. Разные бывают ситуации, которые, как бы, выходят за границы нашего служения. Плохо это или хорошо, трудно сказать, потому что так все у нас запутано, как бы. Иногда люди просто приходят за утешением, но в момент этого утешения, простого человеческого, они встречаются с Господом нашим. Потому что священник, он прежде и больше всего должен, как я уже сказал, приводить людей к Христу, а не к себе и не в какое-то конкретное место. Ведь мы с вами помним, что из Священного Писания, как Господь говорил в Самарянке, наступает время, наступает время, говорил он, когда истинные поклонницы будут поклоняться Богу, Духом на всяком месте, во всякое время. Но, конечно, мы понимаем, что прежде и больше всего молитва наша общая, угодно Богу, в том месте, где совершается Божественная Евхаристия. Но наши частные моления и молитвы могут совершаться в любом месте, всегда и везде. Исходить из глубины нашего сердца, и то, как Господь на них отвечает, или слышит он или не слышит, конечно же слышит, конечно же поддерживает, конечно же утешает. Но в этой молитве необходимо вот то самое пождание, необходимо то самое ожидание ответа Божия, без которого нет духовной жизни. Потому что только Господь знает, что и в какой момент нам нужно. Только Господь, как опытный педагог, ведет нас по жизни. И на нашем пути, давая нам различные утешения, из которых утешения духовные, самые великие и самые действительно радующие, веселящие душу и преподающие ей благословение Господне. Всех вас поздравляем с праздником. Напоминаю, что на предстоящей седмице в среду празднование изнесения древ чеснага и животворящего Креста Господня. Это тот особый праздник, который к нам пришел из далекого Константинополя, когда во времена стародавней в этом городе, вот как раз в летнее время, обострялись всякие лихорадки, всякие болезни. И стало добрым обычаем, благочестивым, выносить древо чеснага и животворящего Креста Господня и обносить его вокруг города, вокруг города с крестным ходом торжественным. Вот этот праздник дошел до нас, и в этот день мы выносим для поклонения древо чеснага и животворящего Креста Господня из алтаря, вот снова и снова вспоминая крест Христов, которым Господь разрушил козни врага рода человеческого. Вот, поэтому в этот день у нас утреннее богослужение, вынос креста, божественная литургия. По уставу положено совершать водосвятный молебен, вот, ну и следующее богослужение после этого будет у нас в пятницу вечером. А 19-го числа мы помним, да, у нас такие напряженные будут выходные, службы будут в субботу, воскресенье и понедельник, потому что понедельник у нас великий двунадесятый праздник преображения Господня, освящение плодов нового урожая. Всех вас поздравляю с праздником, с воскресным днем причастники выслушайте благодарственной молитвой после принятия святых крестовых тайн.